Всем добрый вечер, девочки мои! Решила снять для вас закат. Такое небо красивое. Небольшой мороз. Мороз небольшой. Ну, в общем, в районе нуля, где-то, может, минус один-два. Иду в детский садик за внучкой. Решила снять ещё раз закат, только уже не сверху, а снизу. Ну, вообще, вот так вот уже смеркается. А я как раз в таком месте находилась, где хорошо всё видно. Вот. Ну, всё, девочки, бегу в садик. Заскочила ненадолго в Сбербанк. Просто нужно было немножко денежек снять мне. И всё, бежим. Хотя я ещё никуда не опаздываю. Ну, спортивным шагом, быстрым шагом. Это ж полезно для здоровья. Подышим воздухом свежим. Тем более, сейчас прямо так вот ничего погодка. Лёгкий ветерочек есть чуть-чуть. Я как-то так начала влог неожиданно, да? Что даже забыла с вами, девочки, поздороваться. Всем добрый вечер. Начинаю новое видео. Так, ну что, сегодня... Вообще, дело к вечеру. Я забираю нас в садик. Скорее, вечером она будет у меня. Ну, я так думаю, что мы с ней на обратном пути пройдёмся потихонечку. И, наверное, возможно, зайдём фикс-крайс. Мне там нужно кое-что купить по мелочи. Ну, и заодно посмотрим, что там есть. Если там не будет много народу или слишком душно, то, может быть, я вам что-нибудь поснимаю. Ну, видно будет. Посмотрим, да? Идём. Кто выиграет, тогда он получит приз. А у нас какой приз? Какой? Знаете, какой приз? Это такой приз тоже, медаль. Медаль. Ну, понятно. Только у нас три задания. Надо, кто победил, тогда одно задание. Кто будет когда-то в чему-то. Сейчас мне внучка всё расскажет, что... А кто будет пролазить и не упадёт штука, вот эта вот стопочка, тогда тоже получит приз. Такой вот, такой квадратик. Тут дырочка. Маленький совсем. И они должны пролезать. Вот так вот, когда мы идём домой, мне внучка всё рассказывает, что там, кто там, с кем-то, с кем дружишь, что у них завтра утренник, что надо принести. Всё-всё. Узнаем сейчас. И вот я... Зашли мы, девочки, в фикс прайс с внучкой. Я вот прям остановилась сразу возле вот этих вот цветочков. Такие вот по 199, красивые. Я же даже потрогала. Но это искусственные. Не так похожи на настоящие. Прям симпатичные. Декоративная корзинка 149 стоит. Смешная такая. Я такую видела как-то, по-моему, в Галамарте. Так, Настя тут что-то смотрит. Что-то смотрит. Ну ладно, посмотрим. Может быть, что-нибудь найдём, чтобы она сегодня вечером занималась чем-то. Я бы вообще хотела бы мозаику какую-нибудь взять, если будет. Сейчас поищем. Покупатель, покупатель. Книжку смотрит. Так, ну мы уже две игрушки нашли, два занятия. Идём дальше. Честно говоря, девочки, я думала, к 23 февраля тут что-то будет. Новенькое, интересное. Ну, на самом деле, я ничего особенного тут нового и не вижу. В общем, девочки, я, честно говоря, обошла весь магазин и ничего в нашем магазине особенного не увидела. Ну, кроме вот как вот эти вот такие вот магнитики вооружённых сил. Какой-то танк. Что это такое? Фортмонет. Вот это что, набор стопок. Вот такие стопки. Магнитики, магнитики. Сладости. В общем, ничего для мужчин, для наших особенного и нету. Купить. Блокнотик с ручкой. Всё, девочки, мы пришли домой. В общем, там невозможно находиться. У нас там очень душно в магазине. Ну, и при том с ребёнком. Ребёнок всё время отвлекает. Поэтому я уже быстрее-быстрее похватала, что хотела. Ну, вот взяла вот такой вот. Мы взяли пазл. Настя выбрала. Будет складывать. 99 рублей стоит. Там есть разные картинки. И, в общем, выбрали Снежную королеву. Потом вот мне приглянулась алмазная мозаика. В общем, тут вот такие вот маленькие такие, как штучечки. И надо будет собирать алмазную мозаику. Ну, вот это как раз 5+. Это Насте как раз по возрасту. Больше там не было никаких мозаик. А я бы ещё взяла мозаику, чтобы она собирала мозаики. Вот. Ну, взяла я пакеты для мусора. Вот с запахом сирени. Приятный запах. Хотела взять чай, который дочка показывала на своём канале. Но я такого чая не нашла. Но нашла другой. Фруктовый чай. Чёрный с курагой, яблоком, цедрой, апельсина. Не знаю, попробуем. Может быть, понравится мне и внучке тоже. Стоит этот чай 55 рублей. Вот такие я люблю девочке брать с салфетки. Здесь 180 штук. Стоит 55 рублей. Надолго их хватает. Их с коробочки вытягиваешь и всё. Они у меня всегда под рукой. Ну, в общем-то, я им постоянно пользуюсь. И всё. Ну, и такие. Вот такие для кухни салфетки взяла. Тоже 55 рублей 250 штук. Вот. Взяла себе в спортзал такую маленькую бутылочку с водой. 10 рублей стоит. Ну, чтобы она у меня в сумочке лежала там водички. Если что, прихлебнуть. Ну, в общем-то, и все наши покупочки. Купили Насте чешки. Белых не было её размера. Настя, как они тебе? Не жмут нормально? Были большие и маленькие. Вот это единственный размер. Одна пара, которая подошла по размеру. Заскочили мы в магазин Магнит за хлебом сметаны. Девочки, первый раз мне попалось, я не знаю, за последние 10 лет ни разу не встречалась сметана 10%. Я помню, диетолог ещё в Москве мне говорила 10% сметану, 1% молоко для того, чтобы похудеть. Первый раз встретилась сметана 10% в Магните. Ну, взяла попробовать. Тем более, знакомое название Ростоквашина. Посмотрим, какое оно там. Ну, потом открою, покажу вам. В общем, девочки, решили мы мозаикой сначала заняться сегодня. Тут такой карандашик, а там такой вот липкий такой кончик. И вот здесь вот разные цвета наклеиваем туда вот эти вот стразики. вот такой будет у нас потом вот интересный рисуночек. Но не будем мешать, не будем отвлекать. В общем, там на картинке 6 цветов и вот тут мешочки вот с такими разными цветами. Вот эти вот цвета все наклеиваются. увлекательное занятие. Нравится, Настя? Чуть-чуть нравится? Чуть-чуть нравится? Очень нравится. Очень нравится. Мне понравилось. Я попробовала чуть-чуть. сейчас борщик нагреется, будешь кушать борщик. Ну, пока я тут занимаюсь. Ну, пока можешь заниматься. Да. Давай. Любишь борщик, Настя? Борщик любишь? Вкусный? Мы с Настюшкой решили борща поесть. Пока родителей не час. На ужин борщ. Ну, ничего. Я люблю вообще кушать. На завтрак, на обед, на ужин. Я и себе сейчас борща нагрею. Поедим. Греется. Девочки, решила заварить вот этот вот чай. Я его открыла, который в фикс-прайсе взяла. И вот сейчас мы его заварим. Цвет у него симпатичный. Попробуем, что он на вкус и себе представляет. Хороший цвет чая получается. Я попробовала. Довольно-таки такой неплохой вкус. Можно даже без сахара, если кто-то сахар не любит. Но я бы подсластила. Ну, либо вареньем, либо медом. Настя, ну как тебе чай, который мы купили? Вкусный? С медом я сделала тебе. И любимая Настяна печенька. А так вкусно, что прям хочу сказать окей. Окей. Молодец, сказала. Так, ну я себе тоже налью. Что ты там проверяешь? Что там положила я? Положила я напиток там имбирный, чтобы папа попил чайный напиток имбирный. Такой? Да. Ну он для иммунитета. Чтобы он не болел. А то он бывает простывает. Так, папа сказал поднимается. Ну сейчас ждем. Мы уже оделись. Папа еще не поднялся. Мы быстрее оделись. Да, Настюля? Да. Девочки, а вот перед сном я решила клетчатку поесть с йогуртом. Ну я обычно столовую ложку одну беру. И потом все размешала. И нормальный. И пила еще с соком. С таким, который с мякотью. Ну ничего, нормально в общем-то. Ну полезно. Надо поесть. Сейчас хорошенько размешаю. Попью. И все. И укладываю сейчас. Телек посмотрю. И спать пора. Ну увидимся уже утром с вами. Всем доброе утро, девочки мои. Я уже проснулась сегодня рано. Уже искупалась, приготовилась. Готовлюсь к тренировке. Тренировка у меня сегодня в 11 часов. Сейчас уже начало 9. Я уже кофе попила. Сейчас овсяночку свою поем. Кстати, я вам показывала. Вот эта вот овсянка, которую я люблю. Любимая, да. Ну в ней есть вот несколько пакетиков, где добавление арахиса. Я решила с арахисом распрощаться. Ну мало того, что я узнала, что он оказывается вреден. Из-за него там камни появляются в почках. Ну в общем помогает там вырабатывать или что-то такое. Ну и вообще я его не люблю. Я ужасно не люблю арахис. Но из-за того, что это без сливок, вот эту кашу я покупала. Ну надо будет мне теперь брать кашу без этих вот, без арахиса вообще. И мюсли мои любимые тоже содержат очень много арахиса. Я когда последнюю порцию насыпала себе мюсли, там видно они внизу, как-то вот больше их осталось. И у меня в тарелке было очень много арахиса. В общем, честно говоря, у меня просто уже надоел. Поэтому буду мюсли тоже брать там, где арахиса нету. Вот, зайдем в магазин и посмотрим. Но это уже потом, после тренировки. Кашку я решила поесть заранее. Ну до тренировки. Ну на голодный желудок нельзя ж наверное идти, да, на тренировку. Поэтому за два часа надо что-то съесть. Вот кашку я и поем. Вот. И потом я еще хочу подобрать что-нибудь. Какой-то другой костюмчик. Там в спортзале очень жарко. Но так как надо будет ложиться, хочу попробовать какой-нибудь другой костюм одеть. У меня их несколько. Вот. Ну я тогда просто так, который мне попался, под руку одела в прошлый раз. Вот. Ну и сегодня на тренировку вроде бы еще кто-то собирается прийти. Не знаю, может быть еще как минимум один человек придет. Ну в любом случае я думаю, что сегодня я буду уже не одна заниматься. Потому что если я буду заниматься одна, ну кто будет со мной тренировки эти проводить. Ну при том, что я так знаю, что несколько человек вроде планируют, но у кого-то что-то там с работой по времени не совпадает. Кто-то начнет уже с марта ходить. Ну в общем, ну не суть важна. Для меня важно, чтобы тренировка состоялась, и чтобы я получила эти упражнения, которые я хочу получить. А мне обязательно нужен тренер. Мне надо, чтобы кто-то надо мной стоял, и чтобы кто-то мне подсказывал. Дышите, не дышите. Ну это я шучу, конечно. Но где вдох, а где выдох, я все наоборот почему-то делаю. Вот. Ну и что-то подсказать, помочь. Вот. Ну мне эти тренировочки вообще очень нужны. Я их давно ждала, и в общем дождалась наконец-то. И хочу, чтобы они регулярно проходили, и чтобы я их регулярно посещала. Вот такое мое желание. В окошко я выглянула уже. На улице уже светло, и солнышко светит, и сухо, и вроде бы ветра нету. Ну и небольшой морозик, где-то минус 2 градуса. Ну в общем, нормальная погода такая, она радует. В общем, все, девочки. Сейчас не буду я вас много забалтывать. Пока что надо кашку сейчас поесть. Ну и потом, чуть позже, я к вам вернусь. Ну что, девочки, идем на тренировку. Что-то у меня такое, почему-то предчувствие, что я сегодня опять буду заниматься одна. А может быть, просто вообще отменят тренировку. Ну посмотрим. Что-то как-то у нас никак, группа не насобирается, не соберется в кучу. Но это все потому, что у нас все это произошло неожиданно. Если бы как-то так заранее предупредили, а то у нас 4 месяца молчали с лишним, а потом раз, говорят, завтра тренировка. Многие оказались не готовы. Ну а кто-то, может быть, по каким-то своим другим причинам не может прийти. В общем, не знаю. Ну, иду. Надеюсь, повезет и позанимаюсь. Все, девочки, я позанималась. Скоро придут детишки гимнастикой заниматься. Вот такое вот название нашего Виктории Дон. Спорт-центра. Все. Ну а теперь пойдем, зайдем в фикс прайс. Посмотрим, что там. Что я там недосмотрела вчера. Смотрю, думаю, что это такое красивое. Это массажер. Розовенький такой симпатичный. И вот эти тоже симпатичные. Девочки, рукавица для пилинга. Я такого еще не видела. Стоит 99. Смотрите, какие симпатичные заколочки. 55 рублей. Есть такие. Вот такие вот. И вот такие. Там еще другая форма есть. В общем, интересные. Симпатичные. Кролик. Взять, 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 можем, не можем. Сейчас подумаю. Я смотрю, ремень для йоги. Вот такой ремешок у нас есть там в спортзале. Занимаемся на палке. И вот такая эластичная лента. Как раз сегодня я занималась такой лентой. А возьму ее домой. Дома еще тоже позанимаюсь. Еще тут есть на поясные сумочки. Разных цветов. Там голубенькая, черная, еще серая. Это вот то, что дочка показывала. Спортзал ходит. Она вот такой одевает на пояс. Там телефон можно положить, ключик. Что-нибудь такое. Не знаю. Мне она вроде бы не нужна. 149 рублей стоит. Опять я, девочки, остановилась в этом месте, где мозаику вчера мы взяли. Но тут другую я уже не буду брать. Ну, решила взять еще раскраску кисточки. Ну, не знаю. В общем, думаю, внучке, чтобы было интересно у меня находиться и какое-то увлекательное занятие, чтобы было. Какие симпатичные боксики. Такое застегивается, закрывается с ручкой еще. А мне рисуночек нравится. Только мне он куда, зачем, не знаю. Но красиво, красиво. Стоит 77 рублей всего. Недорого. Есть вот эти боксы вот такие вот. О, аптечка. Можно сюда положить. Распаковывают как раз-таки коробки. Что-то привезли новенькое. Но это, я думаю, можно будет уже посмотреть завтра. Но завтра я не планирую сюда прийти. Я смотрю везде. Во всех отделах порядок наводит. Не вовремя я пришла. Интересные носочки я увидела. По 199. А вот здесь вот эти вот пипочки такие, антискользящие. И они такие вязаные дома ходить. Прикольные. Разных цветов есть. Ой, там и черные есть. Темно-синие. Такие вот хорошенькие, симпатичные. А вот такие носки, смотрите, какие. Теплые, притеплые. Это вообще. Вот эти тоже с такими вот штучками на подошве. Но это конкретно теплые. Это даже, я не знаю, не вставали нам можно дома носить. Ну вот и все, девочки. И позанималась я. И в фикс прайс зашла. Ничего там особо интересного нету. Даже прям что-то новенького такого прям интересного показать вам даже и особо и нету. Но там что-то распаковывают. Может быть, будет позже. Ну, я уже позже уже не пойду. Завтра к дочке поеду. Вот. Ну все. Кое-что в фикс прайсе купила. Сейчас домой приду, покажу вам. Там очень жарко вообще, конечно, находиться долго. Нереально. Девочки, хочу вам показать, что я купила в фикс прайсе. Попался мне вот такой вот шарфик. Вот такой вот. Он большой. И он такой вот кашемировый. Такая расцветочка у него интересная. Он как раз подходит под мое пальтишко. И самое главное, что он не настолько толстый, как вот мой шарф голубой, вы видели. А этот такой вот кашемировый, но он как легкий. И он такой нежный-нежный. Мне прям нравится. И стоит всего 199 рублей. Я сначала думала, брать, не брать, зима-то заканчивается. Но такой расцветки был один. Там другие цвета разные есть. Но такая расцветка, вот попался только один. А что тут интересно в составе написано? В составе написано 100% полиэстер. Очень интересно. Размер 190 на 32. На 52. 190. Длинный, хороший. Ну, не знаю, полиэстер или нет. Но на ощупь он такой, как кашемировый. Ну, по крайней мере, вот расцветка мне, она подходит. И даже, может быть, в следующую зиму он мне пригодится. Такой шарфик. Я просто подумала, пусть он у меня будет. Во-первых, он недорогой. Он симпатичный. А в следующем году такой может мне не попасться. Пусть он лучше будет у меня. Купила я все-таки эластичную ленту. Вот эту. Такая лента, с которой мы там занимаемся в спортзале. Стоит 149 рублей. Но я просто думаю, что если вдруг я в какой-то момент не смогу в спортзал пойти или что. Пусть он у меня будет. Сейчас я вам покажу. Я думаю, что пусть он много места не займет. Его, если что, сложила в ящичек, положила. Но вот такая лента, это вот как раз заменяет эспандер. И мы там вот делаем упражнения такие. Ну, вот растягивать туда-сюда, назад. Вот так. Такие упражнения разные делаем. В общем, пускай лента такая будет у меня. Я думаю, что если дома заниматься, можно делать упражнения вместо эспандера. Очень хорошая вещь. Пригодится. Взяла, девочки, вот такие заколочки. 55 рублей стоят. Но, кстати говоря, вот я когда занимаюсь в спортзале, наклоняюсь, и у меня волосы падают в глаза. И я думаю, что как раз они мне могут и вот эти вот заколочки понадобиться. Сейчас я хочу заколочку примерить такую. Она как раз удобно. Раз. Защелкнула и всё. И она плоская. Оп. Оп. Хорошо. И на другую сторону. Тоже вот так вот. Раз. Оп. И можно заниматься очень хорошо. Вот такие вот я взяла себе. Мне уже нравится. Уже нравится. Вот. Ну и ещё я для внучки взяла вот такая игрушка-раскраска. Там разные есть. Это котёнок. 5 плюс. Это по возрасту как раз ей подходит. Сейчас посмотрим, что здесь есть в наличии. В наличии есть вот такой вот котёнок. С чего он сделан, непонятно. Как будто бы пластмассовый. А может быть и нет. Вот такой вот беленький котёнок. И вот такие вот краски. Я посмотрела в магазине. Здесь одна кисточка, но она очень тоненькая. Если вот фон раскрашивать долго придётся. Я взяла набор кисточек. Набор кисточек стоит тоже 55 рублей. Вот такие вот кисточки. Разной толщины есть. Ну в общем пригодятся. В общем у нас есть теперь краски. И есть у нас котёнок. Если не котёнок, в альбоме будем рисовать. Ну вот, по крайней мере, я вам показала всё, что я купила. Вот мне уже всё нравится. Всё уже прекрасно. Так, ну и всё, девочки. На сегодняшний день все мои дела закончились. Сейчас мне нужно смонтировать это видео. Завтра к дочке поеду. Поэтому я видео своё на этом заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok